всем привет дорогие мои подписчики как ваши дела извиняюсь что немного задержала эфир сегодня понедельник сами понимаете очень тяжелый день потому что очень много работы рассказывайте как ваши дела эфир сегодня провожу первое это поговорим о виде нажительства кому дают кому не дают как и так далее кому отказывают и также отвечу на вопросы которые последнее время постоянно дублируются одни и те же вопросы часто задаются как бы отвечу на них более подробно и открыто здравствуйте всем сейчас побольше людей соберется и начнем пока давайте поговорим как у вас дела как у вас погоды кто чем занимается как началась ваша рабочая неделя у кого она рабочая я тоже работаю очень много на сегодняшний день скопилось ну и вообще на эту неделю потому что я неделю была на больничном вот у нас ребенок заболел вот я сегодня пришла вот такая голова очень много работы можно без турецкий турецкого языка светлана смотрите что касается работать без турецкого языка честно сказать конечно же тяжело как можно например в россии работать без русского языка я думаю что сложно или в казахстане без знания ни казахского ни русского языка думаю что тоже очень сложно поэтому здесь тоже надо хотя бы знать нужно разговорные вот самые элементарные какие-то там слова какие-то фразы это обязательно нужно потому что реально очень тяжело английский язык не очень сильно распространен прошу прощения забыла выключить вот все извиняюсь забыла выключить звук давайте сначала в первую очередь пока поговорим о вопросах после этого когда побольше людей соберется мы получаются будем разговаривать по поводу вида на жительство так начнем с одного очень распространенного вопроса как раз тоже касаемо вида на жительство добрый день подскажите если покупает а если условия получения вида на жительство нужно купить квартиру от 75 тысяч долларов а квартиры это меньше чем 75 стройка меньше чем 75 на сегодняшний день по как мы можем получить вид на жительство отвечая на этот вопрос если вы покупаете стройку ну и вообще если даже вы покупаете квартиры от 2 плюс 1 в принципе можно немного подкорректировать оценочную стоимость на 1 плюс 1 немного сложно но если эта стройка которая закончится примерно там через полгода или через год то к тому моменту когда вы будете получать топа она в любом случае будет дороже чем 75 тысяч долларов так как на сегодняшний день новые проекты начинаются от 75 еще пока что можно в старых проектах купить подешевле там за 70 можно найти вот а в новых уже все там уже все начинается от 75 и соответственно через два месяца уже оценочная стоимость 1 плюс 1 в комплексе с инфраструктурой будет как раз таки считаться семьдесят пять тысяч долларов поэтому проблем никаких нету если вы покупаете в стройке и лишь например купили два плюс один даже в старом доме когда вам получается можно будет как-то подкорректировать экспертизу и пожалуйста не путайте для вида на жительство кадастровая стоимость которая указана в топу за которую вы оплачиваете налоги не влияет на получение вида на жительство по топу на это влияет экспертная оценка которую вы должны заказывать всегда без экспертной оценки иностранцев невозможно продать квартиру поэтому и если вы без разницы у меня покупать или у другого агентства перед тем как пойти на на получается на рандеву запросите заранее рандеву это имеется вид на жительство или же когда вы получаете топу потому что до топу до этой встречи экспертиза делается заранее и запросите свою экспертизу попросите пожалуйста отправьте мне мою экспертизу за которой вы уже в принципе оплатили деньги вы имеете право ее получить и проверьте там чтобы там была указана ваша оценочная стоимость от 75 тысяч долларов тогда у вас никаких проблем не будет вот и если даже вы хорошо вы даже больше дороже чем 75 делаете тысяч долларов все равно запрашивайте потому что многие турецкие агентства не знают что для получения вида на жительство обязательно нужна ваша экспертная оценка когда вы покупали экспертная оценка она получается действует всего лишь три месяца и если например вы квартиру купили больше чем три месяца тому назад значит вам надо делать повторную экспертную оценку потому что цены растут каждый раз и вот с этой экспертной оценкой проверили если например вас например квартира стоит 70 70 тысяч попросите им скажите пожалуйста помогите нам нужно там сделать экспертную оценку чтобы было больше чем 75 особенно это касается тех кто покупает чисто у турецкого агентства потому что таких мелочей они не знают им без разницы получите вы вид на жительство не получите им одинаково приятно но вы должны как бы это знать дабы себя обезопасить чтобы действительно получить вид на жительство от какой стоимости платятся налоги при и перепродаже тут получается идет все так когда вы покупаете вот здесь нет вот есть рядышком если такой я вам сейчас покажу здесь копия до по есть это копия сразу предупреждает мне говорит что почему она не кастлым это документы подготовлен для открытия абонемент когда вы покупаете квартиру здесь у вас получается указана Кадастровая стоимость вот этой квартиры 142 тысячи, вот, 142 тысячи лир. Это кадастровая стоимость, откуда вы оплачиваете налог. Когда вы продаете квартиру, например, вы купили для перепродажи и хотите ее продать, ваша вот эта вот кадастровая стоимость не меняется. Она может поменяться только один раз в пять, ой, нет, на пять тысяч один раз в год. И то не всегда. Но чаще всего на пять тысяч один раз в год. И если она меняется на пять, десять, даже на 20 тысяч лир, это не считается прибылью. Вы не оплачиваете никакой налог. Вы оплачиваете только ежегодный налог за недвижимость, то, что она у вас есть. Это выходит примерно, там, вот сумма налога ежегодного зависит от вашей стоимости. Чем дороже квартира по кадастровой стоимости, тем больше будет налог. А у нас, в принципе, кадастровая стоимость в Мерсине не такая уж и большая. Поэтому налог выходит где-то примерно, там, 200-300 лир в год. Как бы это немного. Если вы продаете, соответственно, у вас кадастровая стоимость не меняется. Я не говорю про рыночную. Рыночная это отдельно, это то, за что мы продаем. Государство это не знает. Государство знает только кадастровую стоимость. Вот. Если она не меняется, значит, налог дополнительно не оплачиваем. А если же у вас кто-то хочет купить недвижимость для получения гражданства, это другой разговор. И если вашей квартире менее чем 5 лет, тогда вы можете показать только такую кадастровую стоимость. Но если вы будете, получается, показывать всю кадастровую стоимость, как стоит ваша квартира, грубо говоря, она стоит там 150-200 тысяч долларов, то вы будете платить налог за прибыль. И этот налог может быть даже до 50%. Минимально это 32, по-моему, процента. 32 или 36, честно врать не буду, но вот мы с таким не делаем такие дела, это не очень хорошее, вот, не очень выгодные для нас. Поэтому как-то вот так вот. У кого есть еще вопросы, задавайте, я, как говорится, буду по ходу пьесы отвечать. Было ли предложение на прошлой неделе в комплексе Маршал? Какое? А, подорожание. Подорожание, подорожание. По-моему, на прошлой неделе подорожал на 5 тысяч, если я не ошибаюсь. Если я правильно помню. На прошлой неделе или на позапрошлой неделе? У нас на Маршале было подорожание. С 12-го, да. Ну, значит, на прошлой неделе, правильно я помню, да. На 5 тысяч. Вообще, за последние две недели Маршал поднялся как минимум на 12 тысяч евро. Как-то так. И еще должно быть подорожание, пока они нас не предупреждали. Обычно они нас предупреждают. Ну, и бывают такие моменты, когда они просто... Мы сидим, выбираем прям с клиентом квартиру, а тут бац, и подорожало. Вот, ну, как бы пытаемся как-то урегулировать это. Если есть две квартиры стоимостью выше 75 тысяч, каждая, обязательно проживать именно в той, по которой вы получили вид на жительство. Смотрите, что касается... Вот мы, получается, на прошлой неделе, по-моему, в среду были в миграционке. У них, получается, там чуть-чуть такой спорный вопрос был. У них стройка была, и одна готовая. Готовая она у них не дотягивала, а стройка еще не могут получить. Почему? Потому что там идет стройка. И нам, получается, мы объясняем то, что вот, смотрите, у них там стройка, она как бы уже топу есть и так далее. Давайте попробуем на эту квартиру. Нет, отказ. И они сказали, если, например, вот на какую квартиру вы получили вид на жительство, в этой квартире вы и должны проживать. И они говорят, как бы не ко всем ходит комиссия, но бывает такое время, когда выходит комиссия и проверяет иностранцев, проживают ли они по этому адресу или же нет. Если, говорит, иностранец не проживает по этому адресу, или же там проживает там квартирант, или еще кто-то посторонний, вообще левый человек, то в таком случае это будет штраф и депорт. На какой срок они не сказали, но, скорее всего, будет депорт, потому что это обман государства. Вы должны проживать на том адресе, на котором вы зарегистрированы. Всем здравствуйте, кто только-только-только присоединяется. Напоминаю, сегодня тема нашего эфира будет ответы на самые популярные вопросы, которые задают нам подписчики. А также поговорим сегодня о виде нажительства, потому что сейчас очень много фейков ходит по интернету, что якобы казахам, белорусам и так далее всем одобряют вид нажительства. Я вот сейчас все расскажу, как это есть. Мы не так, вот я говорю, в четверг мы только были в миграционке, к сожалению, был отказ. И они категорически сказали нет, не дают. Только Россия и только Украина. Больше никто вообще. Расскажите, пожалуйста, о ценах на Эмиралт Соли. Что касается цен, вы мне, пожалуйста, напишите в директ. Я отправлю вам обязательно прайс. А так начинаются в Эмиралт Соли квартиры от 104 тысяч евро. Чем выше, тем дороже. Вот. Плюс, ну, я бы сказала так, если бы я смотрела для себя лично, я бы брала угловые квартиры. Реально, по планировке они лучше. Вот. Это чисто мой совет. Конечно, сейчас он не в тему, но раз задали, я ответила. Я выбрала прямо вот угловые, они шикарные. Я как раз вот недавно видеообзор делала. И мы там были. Очень хорошая планировка. Вот. Особенно мне понравилась. Вот. Лично мне очень понравилась угловая. Классная. Так. Так, теперь поехали дальше. Много времени у меня, если честно, нету. Вот. Сколько смогу в эфире, столько побуду. Знаю, что обычно нам даже часа не хватает. Всегда, пожалуйста, да. Напишите ко мне в директ или желательно на WhatsApp. И я вам скину всю информацию по прайсам, по планировкам, по проекту и так далее. Комплекс реально классный, локация шикарная. Так. Вот. Здравствуйте. А как решить вопрос перевода денег из России за квартиру? Если честно, скажу вам так. В принципе, проблем перевода денег из России нет. Потому что очень-очень многие банки в России работают со сверхпереводами. Конечно, если вы отправляете какому-то дяде, то да, вы не можете отправить. Потому что на физическое лицо имеется определенное ограничение. До 5000 долларов в месяц. Но если вы отправляете на счет компании, организации, на какое-то юридическое лицо, если у этого юридического лица все хорошо, с документами имеются все лицензии, они могут в России доказать, что это юридическое лицо. Потому что здесь, если честно, немного отличаются. Но у нас с этим, в принципе, проблем нет. Если вы можете доказать, что это юридическое лицо, и вы там отправляете на какую-то покупку, грубо говоря, там за недвижимость, проблем никаких не возникнут. Очень много банков, которые отправляют все в переводы. Вы там прям можете. У нас есть целый список. Конечно, некоторые сейчас из него уже не работают. Ну, там, по-моему, один или два банка не работают. Но все-таки, кому надо, кому важно, кому интересно, пожалуйста, напишите. Также в Директ или на WhatsApp. Я вам скину этот список. Мне не жалко. И составляется договор. А если это стройка, так вообще париться нечего. То все отправляется на счета застройщиков. И наши застройщики уже давным-давно во всех практически этих банках зарегистрировали свои документы, как они уже подтвердили, что они юридическое лицо. Поэтому застройщикам вообще никаких проблем нет. А если вторичное, то вторичное у нас обычно отправляют. Мы составляем. Выбираем сначала квартиру. После этого составляем договор купли-продажи, в которых указаны реквизиты нашей компании. Все данные о нашей компании. Это все отправляется в банк. И делаете перевод на счет нашей компании. И все. В течение, там идет тоже. Если, например, это доллар, очень быстро чаще всего приходит. До трех дней. А если это евро, они чуть больше их проверяют. Где-то неделю, может даже две затянуться. Но деньги приходят, все хорошо. Поэтому проблемы никакой нету. Так, Виктория. Где находится наш офис? Наш офис находится рядом с Соли-центром. Прям от нас 100 метров до Соли-центра. На главной дороге, там, где находится магазин English Home и Vistel. У нас офис находится на первом этаже. Офис номер один. Пожалуйста, если вдруг собираетесь к нам, заранее также напишите ко мне на WhatsApp. Договоримся о встрече. Потому что в офисе я бываю очень-очень редко. Постоянно я либо на стройках, либо на объектах, либо у застройщиков. Поэтому надо договариваться о встрече. Заранее. Так, дальше. А, ну вот, то же самое. Здравствуйте. Как может быть в ВНЖ, если цена недвижимости меньше, чем 75 тысяч? Я тут, получается, ответила, как и до этого вам всем сказала, что когда проект сдадут, цена будет выше, чем 75 тысяч долларов. Так. Вот то же самое. Здравствуйте. Вы пишите так, что ВНЖ дают. Если квартира, ну то же самое получается, один и тот же вопрос. Ведь на жительство дают при покупке от 75 тысяч долларов. Но если я говорю, если квартира стоит 72-73, мы как-то сможем ее там подкорректировать. Если, конечно, квартира стоит 50 тысяч долларов, то там надо очень хорошо постараться. Так, за какую, так, еще вопрос. За какую цену можно сдавать такую квартиру, ну хотя бы примерно в среднем за год, какой доход можно получить от нее и сопровождает ли ваше агентство при аренде недвижимости. Что касается аренды, да, конечно, мы сопровождаем свои квартиры, которые продают только свои. Чужие квартиры мы не сдаем, только те, которые вот у нас купили специально для сдачи. Почему? Потому что мы заранее подготавливаем эти квартиры для сдачи. Мы выбираем определенные районы. Если я советую, надо покупать там, значит, надо покупать там. Если вы не покупаете там, где я советую, и квартира ваша не сдается, я не могу нести за это ответственность. Почему? Потому что я знаю, где реально есть спрос на недвижимость в аренду. Я сказала, что вам надо, если... Вот вы мне сказали, Настя, мне нужна квартира для сдачи в аренду. Я вам говорю, вам надо вот в этом районе. Купите и даже забудете про нее как минимум на 10 лет. Все. Почему? Потому что вы ее сдадите как минимум на год и получите аренду за полгода вперед. И так будете каждый раз. Вам не нужно переживать ни за свет, ни за воду, ни за что. Все, сдали и до свидания. Аренды помесячно или же посуточно, понедельно мы не сдаем. Потому что это очень много времени занимает. Мы не заинтересованы прям конкретно в сдаче в аренду. Мы заинтересованы сдать в аренду те квартиры, которые мы продали для того, чтобы они, как говорится, сдавали в аренду. А так, нет, мы на аренде не живем. Да, дополнительный доход как бы никогда лишним не будет. Но мы всегда заинтересованы, чтобы сдать свои квартиры. Свои, это я имею в виду тех людей, которые покупают у нас для аренды. Кто определяет, сколько стоит квартира? Как понять, кто определяет? Даже не знаю, как ответить. Продавец определяет, сколько стоит его квартира. Да. Потому что, если бы я продала свои квартиры, я бы тоже сама определяла, сколько она стоит. Я смотрю на рынки, я посмотрела, зашла в сахибенден.ком, увидела, сколько стоят квартиры моего типа и поставила себе такую цену. Если я хочу быстрее продать, значит, я поставила меньше. Если я хочу побольше заработать, значит, я поставила столько, сколько мне надо. Вот и все. Или вы имеете в виду в стройке? В стройке определяет смета. Сколько она стоит и сколько я должна заработать? Не я, я имею в виду застройщик. Так, дальше. Еще какие вопросы есть? Задавайте пока. Ну, еще минут 10 поотвечаю на вопросы, а потом перейдем уже к виду нажительства. Да. Во, очень-очень интересный вопрос. Я до него добралась. А как увидеть смысл покупать квартиры за такие деньги в стране, где зарплаты копеечные? Очень интересный вопрос. Знаете? Ой, давайте сейчас поговорим. В принципе, цена квартир в Турции, особенно в Мерсине, относительно недорогая. С учетом того, что вы живете на юге, у вас есть море, у вас есть горы, у вас есть все, свежий морской воздух и так далее. И цена квартир, ну, в принципе, на сегодняшний день можно найти готовую квартиру за 50 тысяч долларов. Можно. Это разве большие деньги? Когда где-то там, в регионе, где-то не в Москве, не в миллионном городе, а где-то в регионе, цена квартиры от 60-70 тысяч долларов за 35 квадратных метров. Это как? Здесь вы покупаете минимум 45 квадратных. Прям не то, чистыми. Это минимально 35, говорю, 45. А так, в среднем, они 40-50, вот так, это ваша площадь. Я не говорю там про Брута, я вообще молчу. И это, извиняюсь за выражение, Мухасранск, в котором нету ничего. Я просто знаю цены в России. Я не знаю, откуда люди, с какого они космоса. Когда говорят вот про Турцию, в принципе, очень хорошую страну, в которой люди живут намного лучше, чем многие остальные, чем даже те, которые живут в Европе. И вот сегодня у меня, например, приходили мои клиенты, которые уже купили, они с Германии. Все мне говорят, вот я там в Германии буду жить. Ради бога, идите. Люди оттуда бегут. И куда бегут? Бегут в Турцию. Не в Европу, не в Россию, не в Казахстан, а именно в Турцию. Почему? Потому что жить здесь намного дешевле и комфортнее. Понимаете? Честно, я иногда просто поражаюсь. Люди, с какой-то вообще, с какой планеты они падают. Такое ощущение, как будто они вообще никогда в жизни. Ну, я не знаю, где они живут. Честно. Но в наших странах все не так прекрасно. В Турции все реально намного круче, чем много в каких странах. Поэтому как-то так. Тут ответ только может быть один. Зарплаты здесь достаточно на то, чтобы жить, на то, чтобы питаться, потому что цены на продукты и так далее на все дешевое. Если мы сейчас посмотрим, как у вас, кто живет в Европе, они уже прочухали, что такое дорогой газ. У них газ и электричество подорожало на тысячу процентов. Понимаете? Люди бегут. Потому что там не есть хорошо. А здесь реально относительно прекрасно. Думаю, я ответила на этот вопрос. Поехали дальше. Для продажи квартиры нужно ли оплачивать налог на прибыль и сколько? А, я уже ответила. Тяжело ли попасть в школу в середине учебного года по причине переезда с другой страны? Что касается школы, в принципе, нет, не тяжело. Они принимают и в середине учебного года. Главное, чтобы у вас были собраны все документы, которые необходимы. Перечень документов очень маленький. Он имеется у нас. Можете посмотреть у нас в постах. Кто хочет, можете написать ко мне в директ. Я скину вам всю информацию, какие документы вам необходимы для детей, чтобы попасть в турецкую государственную школу. Так, следующее. Государственные соцсетки. Так. В государственных школах среднее число учеников. Вы знаете, в государственных школах действительно там все делится. В младших классах там побольше учеников. Мне даже сказали, что в младших классах, вот в пятом классе, когда мы сейчас пришли документы сдавать, они думают, что мы в пятый идем. Мы сказали, нет, у нас седьмой. И там в седьмом классе у нас 42 всего ученика. А в пятом говорили, что там даже 60 с чем-то учеников. Я, конечно, не представляю, как они там сидят. Но, слава Богу, нам повезло. У нас седьмой класс, и у нас всего 42 ученика. Возможно, сейчас все скажут, что, боже, как они там учатся и так далее. Вы знаете, я вам скажу так. В принципе, когда я училась в Казахстане, у меня тоже в среднем было там где-то, ну, 38-40 учеников в классе. Хотя в нашем районе было общие, по-моему, 4 школы. И, в принципе, они были не маленькие, они были большие. Но как-то вот все были полностью забитые классы и учились даже... Вот сейчас у меня дочка училась, у нее было 36 учеников в классе, когда она в последний раз училась в Казахстане. И было три смены, не две, а три смены. И это нормально. И в России, мне кажется, сейчас тоже так же везде все забито, полные школы. Вот. Ну, кто не хочет, тот сдает в частную школу, и там 15-20 человек максимум. Все. Ну, мы хотим попробовать, получается, этот год поучиться в частной школе, посмотреть, как у нее получится, как она будет адаптироваться, как это пойдет. Конечно же, я за государственную школу. Вот. Не потому, что у меня нет возможности отдать. Конечно же, есть. Но все равно я хочу, чтобы она училась в государственной школе. Это вот мы с мужем так решили. Ну, если ей не понравится, то, конечно, мы ее переведем в частную. Но пока все в порядке. Это неделя прошла. Под объявлением, которое находится в районе Эрдемли. Часто тоже спрашивают, газифицирован ли дом. Смотрите, на сегодняшний день район Эрдемли, он не является у нас газифицированным. Потому что только в этом году администрация мэрии Эрдемли подписали договор о том, что этот район будут газифицировать. И, соответственно, в течение двух лет максимум там уже будет газ. Газ уже начали проводить, но, конечно, на это нужно время. Все вот так щелчком не делается. На все нужно время. Главное, что уже приказ подписан и уже начали с работы. И это круто. И все будет прекрасно. И, соответственно, вместе с Эрдемли будет газифицироваться и Тедже, и Арпач-Бахшиш. И, как он называется, и Чешмели, и все эти районы, которые еще не газифицированы. Но и в ту сторону, также в сторону Селевки, дай бог, газ пойдет. Так, далее. У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Потому что скоро уже с вопросами закроем. Будем говорить про вид на жительство. У меня тут тоже осталось, по-моему, 2-3 вопроса. Которую мы с Полиночкой выбрали. Так. Добрый день. Сколько стоят квартиры 45-50 квадратных метров? Тут, получается, как можно ответить вообще на этот вопрос? Сколько стоит? Смотрите. Есть много вариантов. Есть дом, которому 20 лет. В нем квартира стоит где-то 50-55 тысяч долларов или евро. Сейчас разницы нет. Есть дом, которому 10 лет. В нем где-то 55-60 тысяч долларов стоит квартира. И тоже зависит, где он находится. Этот дом может один быть где-то в дебрях, а один может быть в центре города. Конечно же, разница большая будет в цене. Есть дома в новостройках. В новостройках сейчас все квартиры начинаются от 65. Еще даже за 60 есть один проект, где можно найти за 60. Ну, тоже я так думаю, что на днях вот-вот поднимут там прайсы. Но еще есть такие проекты. Во многих идут 65-70 уже все. И плюсом пошли. И если вы хотите найти себе или попросить меня, хотите, чтобы я вам подобрала какую-то определенную недвижимость, вы мне напишите, Настя, мне нужна вот такая-то квартира. У меня есть такой-то, такой-то лимит. Я вам скажу, что вы можете купить на свой лимит. Если вы можете купить новое, я говорю новое. Если вы можете купить там 10 лет, значит 10. Если вы можете только 20, значит 20. А так, либо вы просто просматриваете наш телеграм-канал. У нас там, в принципе, все объявления имеются по вторичке. Так, далее. Здравствуйте. Какой средний срок строительства и разница в цене при вводе в эксплуатацию? Что касается средний срок строительства, у нас, в принципе, в Турции строятся дома от одного года и до двух лет. Но это в Мерсине. Это, например, два года будет строиться вот большой, огромный проект, как маршал. Маршал у нас строится два года. Если, например, это комплекс из 1-3 блока, делается, дом будет строиться, зависит, конечно, от застройщика, но в среднем он будет строиться 1-1,5 года. Вот. А если это обычно, то тоже они обычно где-то 10 месяцев примерно. Ну, максимум 2-2,5 года будут строиться у нас. Ну, я про Мерсину могу сказать. Дальше. Так, и разница в цене при вводе в эксплуатацию. От котлована, вот прям я могу сказать, минимум. Потому что, да, мы все понимаем, что за последний год недвижимость в Турции выросла как минимум на 146%. Понимаете? 146%. Подорожала. И она еще будет дорожать, потому что в Турции еще, все, еще идет инфляция. И каждый день поднимаются цены там на определенные строительные материалы и так далее. Мы с этим ничего не можем сделать. Но я могу точно дать конкретно вот прям миллион процентов на то, что как минимум 30% за год. Я и так же говорила год тому назад, хотя выросла недвижимость как минимум на 100%. Недвижимость выросла, которую вот кто вкладывал, инвестировал. Я не могу сказать, что вот до 100% выйдет на 100%. Почему? Потому что, хорошо, да, я сейчас понимаю, что недвижимость еще будет расти там и на 50%, и на 70%, и на 100% будет еще недвижимость расти в Турции. Но если какое-то что-то может произойти, а я вам там сказала космически, что вы там купите сейчас за 60%, завтра продадите за 180%, и все будет у вас прекрасно, все замечательно. И завтра, когда вы не сможете продать за 180%, вы ко мне больше не придете. Вы никому никогда больше меня не порекомендуете, потому что вы скажете, ой, Настя мне наговорила, я ее наслушалась или наслушался, и вот купил. А в итоге я там выиграл там 50% всего лишь. А если я говорю 30%, вот гарантию дают 30%, а вы выиграли 100%. Что будет? Вы будете безумно счастливы, и вы будете всем меня рекомендовать, что, блин, ты знаешь, а вот она мне сказала там 30% минимум, а я стольник поймал, представляете? Вот, я работаю вот так. Лучше я скажу чуть меньше, но вы получите больше, и вы будете мне благодарны за мою работу и за мою честность, за то, что я вам не обещаю там золотых гор. Аллочка, здравствуйте, как ваши дела? Я вас вижу. Смотрите, что касается, не может ли так получиться, что все обрушится и квартиру потом не продать. Смотрите, что касается цен, они никогда не могут обрушиться, потому что цены поднимаются в Мерсине не только потому, и вообще в Турции, не только потому, что тут иностранцы понаехали, а еще потому, что материалы строительные поднялись на 100, сколько мы писали, 146, по-моему, да, процентов? За последний год строительные материалы поднялись на 146%, соответственно, и недвижимость поднялась на такой же процент, и материалы не упадут вниз на 100%, они будут только расти вверх. Соответственно, вот тут я и говорю, что вот от этого, отталкиваясь от того, что идет инфляция, я беру минимальный процент инфляции 30%. То, что вы там можете знать, может знать, инфляция там в России, в Казахстане, еще в других странах, якобы там 15% максимум, все это бред. Если вы посмотрите, откройте свои глаза и посмотрите на цены, как они у вас растут, там элементарно даже на хлеб, на воду и на все остальное, оно все растет на 100%. От чего это зависит? Инфляция у вас минимум 100%, просто вам об этом не говорят. В Турции, слава богу, все говорят, да, конечно, многие не довольны, ну а что теперь сделать? От того, что мы будем закрывать свои глаза и ходить вот так вот с открытых глазах, нам легче не станет, и проще жить тоже не станется. За прошлый год 114,74%. В Турции больше, 130 почти. По новостям у нас показывали, что почти 130% уже инфляция. Дай бог не погонят, хотя я как бы вообще не люблю вот такие политические эти, ну дай бог все будет хорошо, потому что в принципе уже полмира, уже всем почти, кроме россиян и украинцам, всем отказывают в виде на жизнь. Но они же как-то живут, они покупают недвижимость, там вот 75 тысяч, и получают вид на жительство. И россияне тоже так же будут делать, так же будут покупать вот 75 и получать вид на жительство. Выходы есть, с любой ситуации. Погнать вряд ли погонят, потому что наши два батьки, они хорошо общаются. Так, планирую приобрести квартиру в Турции для дочки. Расскажите все нюансы, возможно ли ипотека. Вопрос. Добрый день, я из России. Планирую приобрести квартиру в Турции для дочери. Скажите, пожалуйста, все нюансы и возможно ли ипотека. Что касается, ну тут в принципе да, все нормально, как бы можем оформить вообще, вопрос не вопрос. Самое главное вопрос это ипотека. Я вам скажу так, в Турции огроменный процент ипотеки. Доходит до 30% годовых, чтобы вы понимали. И даже турки, даже туркам не всем одобряют ипотеку. Уж не говоря там про иностранцев. Даже туркам не одобряют, да и они не возьмут эту ипотеку, потому что это реально, это кабала, которая на все время. И у нас, к сожалению, вот если была бы ипотека, как например в России или в Казахстане, круто. Взял ипотеку на 20-30 лет, через там 10, даже через 5 лет инфляция уже все окупила. И ты просто выплачиваешь, даже забыл про это. И там платишь эти копейки и сидишь и радуешься. Но в Турции, к сожалению, такого счастья нет. У нас ипотека максимум на 7 лет, понимаете. И инфляция, соответственно, да, она работает, но она так сильно не срабатывает, как это можно, например, прокрутить в России. Можно взять ипотеку, в принципе, платить, да хай на 30 лет платится. Потому что в любом случае, через 10 лет, мои там, грубо говоря, там 50 или 100 тысяч рублей уже будут ничего. И это правда. А здесь, к сожалению, это не очень выгодно покупать ипотеку. Проще, например, взять в стройке какой-нибудь, можно будет взять там, где большой, если, например, у вас маленький бюджет. Взять в стройке, где большой срок, там, примерно, 2 года, вот как Маршалл, еще у нас несколько проектов таких есть. Вот, там взять, маленькими 50% оплатить, или если у вас есть возможность, там, 60, 70, сколько у вас есть возможность, а оставшуюся сумму просто поделить расстрочкой. У вас, в принципе, будет не такой большой платеж помесячно. По крайней мере, вы не будете, там, дарить какому-то дяде еще 3 квартиры за одну свою квартиру. Так что, так. Так, с ипотекой все вроде бы. Так, самые основные вопросы я ответила, сейчас я проверю, задавали ли вы что-нибудь еще. Так, тут вроде бы тоже на все пока ответила. Так, теперь давайте к самому важному, давайте перейдем к виду на жительство. Сейчас, получается, интернет, мы все прекрасно знаем, что интернет это такая штука, где просто, вот, говорит все, кто хочет, и что хочет, и они даже не проверяют. Я просто иногда, вот, ладно, если хорошо, это вообще посторонний какой-то левый человек, который никак не относится к иностранцам вообще к видам на жительство. Иногда смотришь, боже, какое-то агентство недвижимости начинает нести полный бред, что якобы казахам, белорусам и всем остальным вид на жительство дают туристически. Вы серьезно? Какое? Уже давным-давно все отменили, уже как минимум отменили, сколько? Ну, 2-3 месяца точно, мы уже сколько? Последний раз, когда я ходила, вот, в четверг мы ходили, боже, мы там целой делегации ходили, ходила я, у меня парень, который турок, потом ходила Айшатка, моя менеджер, вот, целая семья белорусов. Мы там просили и плакали, и рыдали, и дети плакали, и что мы только не говорили, хотя у них было 2 квартиры, одна была стоила 40 тысяч, этот, евро, вторая квартира еще строится. Мы там умоляли их, пожалуйста, вот у них такая ситуация в стране, потом привез сюда там свою семью, он сам уедет туда, но это правда. Мы так на жалость давили, чтобы им дали вид на жительство, они граждане Беларуси. Не дали, они сказали, до свидания, вот вам листочек, пожалуйста, депорт в течение 10 дней и пока. И вот, и это, это люди, мы, мы там очень прям вот, я гляну, вот на коленях только не ползали, лишь бы дали, потому что реально, я бы очень хотела, чтобы эта семья жила в нашем прекрасном городе. Реально очень крутая семья, их прям, мы подружились, и вот как-то так. Сейчас они, получается, просто поедут. А, и еще заметьте, что повторный вид на жительство вы можете подавать только через полгода после первого. Грубо говоря, вы приехали, подали, вам отказали, вы должны уехать, только через полгода вы имеете право заново повторно подавать документы на вид на жительство. Поэтому мы теперь ждем, они сейчас через полгода, сейчас они пока еще месяц будут здесь, им дали, правда, выезд через, в течение 10 дней, они поехали в Грузию. Потом, еще, себе поставьте на заметку. Вот все говорят, ну, кто-то говорит, получается, Кипр, северный Кипр наш, который находится на территории Турции, считается Турцией, он не, выезд туда и заезд обратно не считается. Мы узнавали в миграционке, но хотя многие пишут, что вот у меня принят, это просто человеческий фактор. Кто-то может принять, кто-то нет. Но нам конкретно сказали, белым, ой, ой, вот прям нам конкретно сказали, что не принимается печать Кипра. Турецкий Кипр, это считается, для всего мира это Турция. Для Турции это единственная Турция, принимает его как отдельное государство. Но для всего мира, для таможенного контроля это Турция. Поэтому Кипр, вот если вы поедете, дай бог вам повезло. Но лучше не рисковать и поехать с Турцией, ну, например, если вы в Мерсине, значит в Грузию. Вот она поехала сейчас отдыхать, они поехали в Грузию, как говорится, и совместить полезное с приятным. И отдохнуть, и поставить себе печать, сделать выезд и заезд. Вот, дай бог, все хорошо. Ну, в течение месяца потом ей надо будет в любом случае уехать и будем ждать их через 5 месяцев. И точно так же с казахами. И со всеми, со всеми, со всеми ее национальностями, кроме, вот я говорю, Россия и Украина. Но Россия и Украина, я вам скажу так, если вы боитесь, а хотя я бы боялась, если бы я шла, как говорится, только на туристический вид на жительство, который мы в любой момент могут вот так, хоп, и закрыть. Сегодня вы получили туристический вид на жительство, а завтра вы не получите. Что вы будете делать? Плакать. Или уезжать в свою страну. Тут, получается, надо заранее, сейчас, эту всю почву подготовить, пока еще лимит не подняли. Потому что в любой момент так же могут поднять. От 75 поставить 100. Они имеют право, это их страна. Если увеличивается количество иммигрантов в их страну, то, соответственно, они увеличивают лимит. Почему? Для того, чтобы меньше могло заехать. Потому что Турция, да, она прекрасная, но она не резиновая, к сожалению. И все мы здесь не поместимся. Поэтому, пока у вас имеется такая возможность, получайте, старайтесь получить вид на жительство по Топу. Туристически это, да, вид на жительство. Но он в любой момент отменится. И продлить вы его не сможете. И они будут полностью правы, турки, если они вам запретят продлевать туристический вид на жительство. Потому что кто вы? Вы турист. Все. Вот и все. Вы не владелец этой квартиры, потому что у вас нету, например, там квартиры не соответствуют тому пределу, сколько должно быть по лимитам и так далее. Поэтому старайтесь сейчас купить квартиру и получить вид на жительство именно по Топу. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать. И я, как обычно, всегда вас всех проконсультирую. Так. А, и еще мне как раз таки, кстати, вчера звонила моя клиентка из Казахстана. Вот. И она сказала, спрашивает у меня по поводу, говорят, что якобы миграционное отменило для казахов безвизовую. Я, честно, пока такого не слышала. Как узнаю, если что-то, я обязательно сообщу. Пока я не слышала о том, что отменили безвизовую или же что... Что еще она мне сказала? Господи. А, якобы сократили. У нас же у казахов, получается, 90 дней имеет право на территории Турции быть. Она говорит, вроде сократили. Вы, пожалуйста, вот когда видите такие какие-то эти, как говорится, такую информацию, которая не очень, возможно, правильная, вы сначала зайдите в интернет, на государственные сайты или, в принципе, смотрите за нашими новостями. Потому что мы обычно всегда, как только что-то новое выходит, мы сразу же вам, получается, выставляем все. Но сначала мы проверяем, а потом только мы выставляем. Вот так вот. И нет такого, что, например, там откуда-то там я сижу, вылавливаю, как говорится, мысли со звезд. Нет, звезды мне не шлют, я все проверяю, всю информацию, которую я выкладываю. Так, и дальше Настя выгодна жить в Турции пенсионером. В зависимости от с какого... В принципе, да, честно, намного выгоднее, чем у нас в России. Потому что цены дешевле, как ни крути. Сейчас особенно такой курс, так вообще благодать. Выгодно, реально. Во-первых, хороший климат, особенно для пенсионеров. Цена, в принципе, нормальная. Раньше было, да, у нас было мясо, я так знаю, что дороже и техника какая-то определенная. Но на сегодняшний день у нас все дешевле, потому что Лера очень сильно просела и выгодно. Однозначно. Так, что у меня время? У меня осталось 8 минут. Ребята, у меня осталось 8 минут. Давайте, у кого есть вопросы, задаем и закругляемся. Потому что у меня дальше еще есть встреча. Так, что еще? Ну, в принципе, по-моему, по виду на жительство я все сказала. А, и еще единственное есть изменение по поводу туркменов. Гражданам Туркменистана, да, вот тут, получается, отменили безвизовые заезды. Теперь они должны обязательно получать визу для того, чтобы залететь или заехать на территорию Турции. Без визы не пускают. Поэтому всегда все может. И если, например, вот мой вам совет. Если вы покупаете квартиру в открытом районе, которая подходит под вид на жительство, пожалуйста, спланируйте свое время так, чтобы вам получить сегодня вид на жительство, а не когда-то потом. Даже вот взять наших, получается, гостей, которые вот мы не могли, мы там, я говорю, мы на коленях почти ползали и так далее. Потому что они купили до вот этого вступления закона 75 тысяч. Мы им и так объясняли, и сяк. А если бы вот они в тот момент, вот когда они купили, это когда в мае, вот если бы они купили, они бы получили вид на жительство. Но им надо было вот тоже, и как бы ничего не скажешь, потому что тоже было стечение обстоятельств. Им надо было ехать за детьми. Они вот пока поехали за детьми, пока приехали, пока все наладилось. И бац, и закрыли. И как-то так. Можно ли сдавать квартиру месяцев на 10, потом снова сдавать, так, 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 так. Ну, смотрите, в идее, да, конечно, можно. Просто единственное, вам надо будет обговорить это все, вот когда заключаем договор, там обговорят, что я сдаю вот с такого по такой месяц. Вот только там на 10-11 месяцев. Все, и мы когда находим клиентов, мы также говорим, квартира сдается с такого по такой месяц. Все, устраивает, забираем, не устраивает, ищем дальше. Смотрите, честно говоря, как, вопрос, как повлияет открытие первого этапа аэропорта на цены? Я вам скажу так, вот, сейчас, сначала начнем с одного, потом дальше пойду. Есть хорошая новость по поводу аэропорта. Вот, как только этот аэропорт просто откроется даже как багажный, как он называется, господи, забыл слово. Нет, 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 как они вот, когда они, грузовой, вот, вспомнила. Как только он откроется даже просто как грузовой аэропорт, цена вырастет, очень сильно поднимется. Я не могу сказать, насколько, но оно очень сильно вырастет. Почему? Потому что в Мерсине этот аэропорт уже строится 10 лет, чтобы вы понимали, может, даже уже и больше. И многие, получается, люди уже, как бы, даже те, которые очень давно, это вы, как бы, узнали в основном все 3 года, 5 лет, 5 максимум, даже 3 года тому назад многие из наших подписчиков, вообще иностранцев узнали о Мерсине. А есть и те, которые там как-то что-то, и очень давно знают этот город и присматривают его как для инвестиций. Но уже из-за того, что аэропорт так долго строится, они уже разочаровались в этом аэропорту. И таких очень много. Если честно, в наш аэропорт многие верят, как в Бога. Кто-то в него верит, а кто-то уже в нем разочаровался. И поэтому вот как только откроется, мы просто ужаснемся от цен. Но люди будут покупать. Почему? Потому что это будет международный аэропорт. И я скажу, вот у меня сейчас вот из Германии, которая говорила, клиенты сейчас, они здесь приехали, они там электричество сейчас подключают, уже давно купили. Вот. Ну и прикол, что они хотели, смотрели на следующий год билеты сюда с Германии, чтобы вы понимали, им летают в Адану прямые рейсы. Прям прямая Германия, там с каких-то определенных городов прямой рейс летает международный. Они хотели смотреть на следующий год билеты. И что вы думаете? А билетов нету. Рейсов нету. Потому что уже к тому времени аэропорт Адана будет закрыт. Будет открыт только аэропорт Чукурово. И все будут летать через него. Соответственно, уже вот мало того, что там они там строят, уже заканчивают. Плюс вот дорогу уже провели там туда-сюда. Плюс уже даже на сайтах уже нету рейсов на, я не помню, она мне сказала на какой. То ли на декабрь она смотрела. По-моему, на декабрь, вот на этот год. Короче, она что-то мне сказала, вот в ближайшее время, она говорит, уже нету через Адану рейсов. Но Чукурово пока тоже не показывает. Поэтому ждем более подробной информации. А 29-го, дай бог, все будет прекрасно. Услышит нас Боженька и даст нам этот прекрасный аэропорт. Так, вы поможете. Да, конечно, мы сдаем свои квартиры, как я и говорила. Что касается, так вот, у вас есть услуга, если вы сами, если с вами покупаем квартиру и уезжаем, а вы сдаете ее. Да, конечно, мы сдаем квартиры, которые у нас покупают именно для аренды. Но единственное, у нас есть условие, что вы покупаете в тех районах, в которых мы говорим. Потому что, если вы купите там, где я понимаю, что там невыгодно сдавать в аренду или там не будут клиентов, я не могу дать вам никакой гарантии. Если вы покупаете, например, для аренды, надо выбирать какие районы. Район Юни-Шехира, район Соли и самый крайний район Тедже. Туда дальше можно покупать, там район Тумюк для аренды, ну, в ближайшие, думаю, 2-3 года. Я прям таких конкретных прям перспектив, чтобы вау, все ломанулись туда на аренду, нет. Только в основном на сезонно, может быть, да. Но аренды нет. Там только на купли, продажи, купить, продать и так далее. Если прям 100% прям выстрел вот так вот без промаха, это не Шехир. Рядом с университетом, рядом вот у нас детсайопарк и так далее. Там просто вообще не будет никогда в жизни стоять у вас квартира. Она будет просто прям на 2-3, на 5 лет сниматься. Вообще даже не меняться жилец. Так, давайте сейчас вот последний. И все, и я бегу. Так, в принципе, вроде бы всем на все вопросы я ответила. Все, давайте, эфир я обязательно сохраню. Всем пока-пока. До скорых встреч. Огромное спасибо вам за то, что вы присоединились. И вот вы со мной, и вы меня всегда поддерживаете. Обещаю, что я буду снимать чаще, записывать эфиры. Потому что реально для вас, для многих это очень полезно. И многие мне пишут постоянно как бы в личку. Настя, пожалуйста, давайте поговорим там в эфире и так далее. По мере возможностей, по мере времени, я обязательно буду выходить в эфир. Все, всем пока-пока. До скорых встреч. Я вас всех люблю и целую. Все.